Пожалуйста. Если можно, Дмитрий Анатольевич, я вот все-таки хочу тогда продолжить тему, перейти уже непосредственно к образованию. Мы очень много делаем все-таки, я считаю, в нашей стране для образования, но все равно, если говорить о каналах коммуникации, люди очень часто не верят. Вы сказали, что вы после прошлой встречи читали Твиттер, читали другие микроблоги, и вы прекрасно понимаете, что вот в плохое почему-то верится гораздо больше, чем в хорошее. И если позволите, да... Психологические законы. Да, если позволите, я хочу несколько слов сказать по поводу того, вот что, на мой взгляд, важного сегодня происходит в образовании, и, как мне кажется, какие вопросы должен наш совет поднять, потому что, мне кажется, если мы найдем на них ответы, тогда реформа образования пойдет гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Вот вы понедельник выступали и говорили о том, что реформа детских садов идет не совсем гладко, и как раз очень много было сказано о том, что материально-техническое оснащение детсадов и зарплата специалиста в этой сфере, она еще далека от желаемой. И вы знаете, мне кажется, что в условиях все-таки демографического подъема эта тема становится гораздо более актуальной и важной. Я сейчас попробую объяснить, почему. Сегодня нужно честно, как мне кажется, сказать, что не все учителя являются профессионалами самого высокого уровня, не все ученики хотят получать образование, и, что самое главное, не все абитуриенты понимают, зачем им высшее образование. Вы знаете, не стимулируя конкуренцию, я хочу обратить ваше внимание на одну цифру. Мы сохраняем один из самых низких показателей соотношения количества учеников на одного учителя. Вы представляете, у нас один учитель учит 9 учеников. Чтобы понять весь ужас от этой цифры, я вам приведу пример, например, из Сингапура. В Сингапуре один педагог обучает 40 учеников. А как вы знаете, сингапурская система образования – одна из самых эффективных систем образования. Там на 5 миллионов населения 350 школ. А эффективность от этого образования абсолютно другая. Вот здесь находится президент Татарстана, я недавно была в Татарстане. Они очень активно внедряют сингапурский опыт. Так вот, я вам приведу следующие примеры, связанные с конкуренцией. У них, например, существует дополнительная система грантов, которая, например, если брать систему «Наш новый учитель», она дает 6 тысяч рублей над бабки к ежемесячной зарплате педагога. И вот говоря, допустим, о недовольстве, я разговариваю с педагогом, ему 50 лет, это взрослый на вид мужчина, педагог русского языка и литературы. Он мне говорит, у нашей школы 80 педагогов, 11 из них гранты получила. Я говорю, что дальше? Он говорит, а мы ходим и думаем, а чего мы-то их не получили? Тоже хотим. То есть получается, что сильные, умные, способные и талантливые педагоги, они конкуренции абсолютно не боятся. И при этом, вы знаете, невозможно не обратить внимание на, как мне кажется, очень важные цифры. У нас 85% школьников после окончания школы идут учиться в высшеучебные заведения. Учатся там, а потом 50% оттуда выходят и не работают по специальности. Возникает вопрос, что они там делают, зачем они там учатся. Я, вы знаете, вспомнила один анекдот, если позволите, я вот в этом кругу его все-таки процитирую. Знаете, это как блондинка, которая говорит, я печатаю 450 слов в минуту, но такая фигня получается. Вот у нас сейчас, к сожалению, с образованием, мне кажется, можно провести вот такую аналогию. Я хочу сказать, что вот мне кажется, что все-таки нужно в конце концов проартикулировать позицию государства. Что оно дает гражданам бесплатно и что оно хочет получить взамен. Вот пока мы не получим отряд на этот вопрос, мы не сможем сказать, что, как мне кажется, все-таки сильным нужно давать лучшее условие, а слабым честно сказать, что им останется то, что останется. Вы знаете, я много езжу по регионам и хочу вам сказать, что чаще всего недовольны те педагоги, которые не хотят конкурировать. А кто хочет конкурировать, они довольны, они ищут систему мотивации, они ищут гранты, они готовы участвовать в программах, которые им предлагаются, и они готовы это делать ежедневно, улучшая свой уровень и статус. Еще хочу на одну вещь обратить внимание, если позволите. У меня есть несколько предложений по усовершенствованию системы. Если можно, я могу их сейчас проартикулировать, потому что это важно, это связано с коммуникацией. Прортикулируйте. Спасибо. Вы знаете, вот мы говорим о фундаментальных преобразованиях во всех сферах жизни, но вот сегодня, как мне кажется, в образовании мы можем использовать самые авангардные системы. Вот если вы согласны со мной, мы же сегодня реально тратим на образование столько денег, сколько никогда не тратили. Но на самом деле консолидированный бюджет больше двух триллионов. Такого никогда не было. И поверьте мне, на эти деньги абсолютно спокойно можно приглашать лучших специалистов, давать самые лучшие оценки при помощи консультаций ведущих мировых компаний, интенсивно внедрять софтверные решения. Но они уже сегодня есть, которые только-только прошли испытания в лабораториях. И есть на самом деле коммуникативные платформы, которые могут объединить всех участников образовательного процесса в сети. Вот то, о чем вы говорите, да? Как проверять? Вы даете поручение, и иногда школа ли это будет, вуз ли это будет, он неправильно осваивает деньги, не до конца осваивает деньги, неэффективно осваивает деньги. Так вот, каждый из участников образовательного процесса может быть задействован в этой сети. И благодаря этому, на самом деле, мы будем всегда иметь обратный ответ, обратную связь, что самое главное. И вы знаете, заканчивая свое выступление, я хочу поставить главный вопрос, как мне кажется, который сегодня в образовании по-прежнему остается открытым. Какова концепция современного образования? Мне кажется, мы не знаем ответа на этот вопрос. Мы не знаем, кого мы хотим увидеть через 10, 15, 20 лет после окончания высших учебных заведений. Кто эти ребята? В каких сферах они будут работать? Я уверена, что если мы сумеем найти ответы на эти вопросы, то мы, наверное, сумеем решить одну из главных проблем. Вы знаете, что по отношению к ведущим мировым державам, у нас самый высокий процент людей с высшим образованием. То есть если говорить о рабочих с высшим образованием, это у нас, и это не всегда хорошо. Я надеюсь, найти среди вас людей, которых эта тема интересует, кто готов на самом деле ездить, перенимать интересный опыт и в регионах, которые сегодня у нас есть, собирая лучшее и из регионов, и из других стран, и таким образом создавая некую новую национальную модель образования. Спасибо большое. Спасибо. Ну, знаете, я всегда в образовании... Молодец, выстрелило. Это хорошо. Зажгла? Нормально. Значит, тем более, когда говорят об образовании, иногда становится скучно. Вот нам сейчас скучно не было, особенно после слов про 450 минуту. Неполная фигня. Концепция современного образования. И вот не очень понимаю, есть ли она в других странах. Вот мне кажется, что ее там тоже нет. Потому что общество так быстро развивается, что вряд ли наши весьма прагматичные коллеги, которые находятся за бугром, создают какую-то отдельную концепцию развития образования Великобритании. Значит, но их отличие от нас заключается в том, что они уже находятся на такой степени развития, когда приоритеты образования сами по себе уже выстроены. И ее просто... Эту систему нужно оптимизировать применительно к новому витку, допустим, общественных процессов каких-то. Наша система образования, и я это отлично знаю, потому что я все-таки в ней просидел много лет, работая в университете, она, конечно, сочетает в себе абсолютно несоединимые вещи. Достоинства и недостатки советской системы образования. Некие новые рыночные подходы. Теорию того, что для того, чтобы не расшатывать общественные устои, надо почти всех после школы отправлять учиться в университет. Потому как лучше пусть будут учиться, чем будут ходить по улицам с плакатами или еще хуже не с плакатами, а с чем-то другим. Пусть лучше посидят в университетах. В каких университетах? Даже непонятно, в каких. Мы сейчас, вот сколько не пытаемся слепить что-то из системы высших учебных заведений, сколько я не подталкиваю к этому министерству образования. Они работают, конечно, я не хочу в них камнями кидаться, но у нас огромное количество университетов, которые не дают никакого образования, которые дискредитируют вообще звание высшего учебного заведения. Их университетами-то назвать нельзя. Но в то же время, говоря прямо и откровенно, когда я говорю, вот можно ли их ликвидировать, мне говорят, нет, это лучше не делать. Потому что большое количество наших молодых людей окажется на улице. Как они себя поведут, непонятно. Так они хотя бы пристроены. Но после этого эти молодые люди приходят и начинают работать в разных местах. Причем некоторые эти места, они представляют повышенную общественную опасность. Ладно, если они приходят работать на телевидении. Значит, но если они приходят работать, я не шучу нисколько, но если они приходят работать юристами или врачами, мне становится страшно. Я просто не могу вам не сказать, у меня молодая компания, я когда нанимаю на работу таких ребят, я могу вам сказать, что осталось с самой главной проблемой. Они-то больше всего недовольны, потому что они не ценят то образование... А они как вы получили? Мы же понимаем, в основном это либо такие университеты, в которые заходить-то страшновато, либо второй вариант, это образование, которое получается на коммерческой основе, недорогое, это, конечно, непрестижные университеты, где есть коммерческое отделение, которого они не ценят. Я вот помню, что все это началось в 90-е годы. Это же, конечно, случилось не последние несколько лет. И я уже, работая в Петербурге, будучи практикующим юристом, и занимаясь корпоративными всякими разными вопросами, уже в конце 90-х годов, а я был преподавателем юридического факультета, причем все-таки не какого-нибудь, а Санкт-Петербургского университета. Я начал получать таких специалистов, у которых в дипломе были названия университетов, мне неизвестных. И меня это стало напрягать, потому что сразу же возникло ощущение огромного диссонанса между образовательным уровнем, допустим, из Московского университета или Петербургского университета, или какого-то иного крупного университета. Их у нас в стране все-таки достаточное количество. И вот этим новообразованием. Сейчас их количество стало еще больше. Я пример неоднократно приводил. Когда я заканчивал юридический факультет в Ленинграде, у нас было два учебных заведения, которые готовило юристов. Это Санкт-Петербургский государственный университет, в Ленинградске тогда, и школа милиции. А когда я уезжал из Петербурга в Москву, их было уже 50. Сейчас, я не знаю, сколько? Больше 60. Значит, кого они готовят? Где потом эти люди находят себе применение? Чем они занимаются? Бог весть. Но это на самом деле меня сильно напрягает. И возвращаясь к тому, о чем вы сказали, я обещал не комментировать, но все-таки опять не удержался, по поводу концепции современного образования. Я согласен, что какую-то модель мы должны иметь. Но это все-таки не должен быть вот такой постраничный план, что нам делать, мы не сможем это создать. Мы должны представлять, вот какой модели образования мы стремимся с учетом наших возможностей, вот этих 2 триллионов 100 миллиардов рублей, которые крутятся в сфере образования, и с учетом наших привычек, самых разных. И, конечно, понимание того, где мы должны оказаться через 5, 10, 15 лет. Ну вот, наверное, этим надо будет заняться, если победим. То, что Тина говорила, я послушал, мы говорили о резерве кадров, я бы спокойно ее поставил в резерв на министра образования Москвы, если она не возражает. В этот момент, Андрей Александрович, Фуртинга, выдохнул. Не на Фуртинга. Министра образования Москвы.